привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня у нас зима и хочу поделиться с вами сезонным блюдом приготовим и сегодня корешку но не просто мы поджарим а сделаем маринованную корешку корешку любит все это вкусная рыбка и как бы вкус ее знаю да всем знакомым она пахнет огурчиками и в жареном виде она офигенная но это как бы обычное дело и жареный корешку пробовали все я хочу предложить вам сделать ее маринованность попался даже маленьких ориузонок в лове но ребят корешку не пока не ловил купил в магазине давайте приготовим корешка свежая вкусная и промыл сейчас слил с нее воду и теперь нам нужно избавиться от излишков воды в этой корешке то есть нужно ее сначала присолить а после чего вы уже будем ее готовить берем соль крупную присыпаем солью перемешиваем и да нужно будет дать ей постоять чтобы лишняя влага из нее вышли даем ей поставить на 20 вода из нее выйдет мы ее сольем и мы продолжим заниматься корешкой ну а пока корешка у нас будет солиться мы сейчас с вами займемся маринадом к этой корешке маринад будет несложный но поверьте очень вкусный и не так друзья для приготовления маринада нам потребуется литр пива у меня корешки чуть больше килограмма литра пива будет достаточно далее убираем пока пиво в сторонку и подготовим сухие специи данном маринаде я буду использовать черный перец горошком также парочку троечку гвоздик кусочек имбиря и немножко семян аниса для аромата очень классно пахнет мне нравится и с добавим парочку перед душистых перцев и парочку красных перцев розового перца немножко раздавим их в ступке для того чтобы они лучше раскрыли свой аромат сильно в труху давить не надо так просто немножко разомните их и будет само то что надо видеть высыпаем наше пиво далее добавим еще дай кислоты половинку лимона или лайма также добавляем столовую ложку соли 2 столовые ложки сахара для аромата порубаем туда буквально два зубчика чеснока просто разрежем их пополам и добавим наш маринад все ставим все это дело на плиту кипятим 10 минут и даем полностью остыть после чего попробуем и уже доведем баланс до того результата который нам нужен то есть там добавим может либо сахара либо кислоты все просто так друзья пока соус закипает он маринад закипает корюшка у нас уже подсолилась я с нее слил всю лишнюю воду давайте сейчас займемся жаркой рыбы забиваю разбиваем в корюшку два сырых яйца все это дело нужно перемешать сейчас мы добавим сначала столовую ложку картофельного крахмала крахмал добавили все дело перемешиваем тщательно чтобы получилась такая эмульсия вокруг нашей корюшки хорошо размешали и после чего нам нужно будет просто обмакать обвалять все это дело в муке и пшеничной и поджарить на растительном масле хорошо разогретой сковороде виде корочка вся покрытая такой субстанция скажем тогда мука будет хорошо на ней держаться нужна хорошая панировка для того чтобы эта планировка потом пропиталась маринадом и соответственно передаваясь маринад передался вкусу корюшки все было все вместе это будет очень вкусно и офигенно короче все сейчас маленько постоит еще я пока наглядно и узкого рода масло и разогрею и будем жарить нашу рыбу так дальше нагреваем сковороду нагреваем ее масло насыпаем тарелку муку обваливаем ей корюшку и просто как обычно жарим на сковороде на сковороде хорошо это масло до образования хрустящей золотистой корочки чтобы было вкусно и красиво все просто как всегда сейчас я пережарю всю рыбку и покажу что же получилось и мы будем ее мариновать я вот рыбку я перевернул как видите цвет получилось как нужно панировка хрустящие пить шуршит все отлично сейчас дожариваем ее и выкладываем в какую-то плоскую емкость сейчас подберу и продолжим вот такая офигенная получается уже это уже вкусно ребята это 100% друзья рыба поджарена одну половину я сделаю маринади а вторую половину я сделаю просто сейчас выкладываем в один ряд нашу рыбку в какую-нибудь емкость вот в принципе форма для запекания сама то берем наш маринад и процедив его выливаем на рыбу вот эти нефеля которые нам плавали там нам они больше не нужны они отдали свой вкус и аромат все они сделать свое дело больше здесь ничего не нужно перед тем как залить маринад попробуйте его может быть там стоит добавить либо кислоты либо сахара доведите до баланса как вам понравится все заливаем ее чтоб рыбка у нас покрывалась маринадом и оставляем ее в таком состоянии на пару часов чтобы она хорошо пропиталась и взяла свой вкус аромат от этого маринада и будет офигенная штука после чего мы маринад через два часа маринад сольем и попробуем и ту и другую и сравним что лучше подавать я буду соусом у маги которые делают уже сам покажу чуть позже все друзья два часа пролетели наших корешка замариновалась панировка взяла свой сок вот просто обжаренная как обычно как мы любим жарим до этого в маринаде сейчас маринад нужно с нее слить я выложу на тарелку и мы попробуем что получилось и сравним ну что друзья смотрите что у меня получилось это вот корешка которая маринованная жалко камера не передает ароматов вот почему до сих пор не придумали пахнет это все просто офигенно выглядит по моему тоже неплохо смотрите как сейчас возьмем соус у маги который я делаю сам рецепт у маги я вам оставлю в описании под этим видео первый комментарий попробуйте очень вкусная штука их рыбе заходит просто изумительно у маги это друзья тот соус которым поливают роллы суши барах и угрюм подходит но и корешки тоже заходит отлично ничего попробуем сначала попробуем обычную жареную корешку но которую знают все вкусы жареной корешки знают все ничего особенного нету чищу я его так развал разламываю по спинке отрываю хвостик у нее и достаю очень просто до свой позвоночник и кишочки мы всегда жарим корешку не потрошенную тогда на на мой вкус и да и там всегда жарим целиком никогда не потрошим там никакой горечи в ничего нету вот вытащили все выбросили никаких проблем капнем так ладно первого попробуем просто в чистом виде это просто офигенно друзья в этом году я первую корешку соскучился очень вкусная свежая корешка что тут может быть жареная классная все хорошо давайте вторую попробуем сейчас соусом унаги опять берем по спинке разваливаем ее пополам ну повдоль разбираем хорошо хорошо все разбирается хочется свежая и без проблем косточке все отстоит куда на прожарится никаких проблем с почистить ее у вас не возникнет все это легко и просто вот доставили позвоночник собачки наверняка вам благодарны которых вы покормите зимой им час голод на капнем чуть-чуть унаги вкуснотища ребята четко еще но это просто супер вот легкая сладость унаги я на апельсином соки вот делу прям изумительно доходит к рыбе дополняет ее пофиге так но сейчас давайте попробуем все же маринованную корешку я делал ее в прошлом году для себя попробовать и потом хотел снять видео и не успел корешка закончилась вот спустя решил повторить этот рецепт мне вам понравился тогда и сейчас попробуем снова опять по спинке вытаскиваем кишочки позвоночник косточки и просто берем складываем ее пополам и кушаем друзья ну это просто я даже не знаю как вам описать словами это очень очень вкусно унаги здесь прямо вообще в точку заходит такая вишенка на торте офигенно дополняет вкусную это место во вкусную рыбку но делает она просто еще вкуснее такой-то ресторанный уровень выводит понимаете классная вещь вы должны это попробовать хотя бы просто ради того чтобы потом сравнить оба этих вариантов какой лучше не знаю они оба замечательные оба вкусные это слегка скислит так классическая короче четко все вкусно и однозначно в копилку моих рецептов этот рецепт зайдет и понравился даже больше в первый раз почему-то на видать свою охотку просто еще когда первый раз жарил просто было вкусно а тут вообще мне зашло хорошо ну ладно друзья что тут чем показывать надо срочно заканчивать это видео и идти пробовать как следует корешку маринованной и жареной во всех видах друзья всем кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх мне понравилось ставьте пальцы вниз сильно извиняюсь за звук друзья проблема с микрофоном возникли звук пишу отдельно но вы подписывайтесь на канал следующее видео будет про жареную щу про вяленую жареную щуку в афганском казане был вкусно подписывайся на канал нажимайте колокольчик ничего не пропустите всем спасибо всем пока